Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и сегодня будет видео такое на злобу дня. Финансовые рынки падают, падает американский фондовый рынок, падает российский рынок. Я уже неоднократно говорил о том, что рынки умеют не только расти, рынки умеют еще и падать. И соответственно те инвесторы, которые там в последние годы пришли на финансовый рынок и видели только растущие акции, многие из них сейчас потеряют немалое количество денег и именно для них это видео будет крайне полезно. Но на самом деле те советы, те рекомендации, которые я сегодня дам, они будут полезны не только здесь сейчас в моменте. Это видео будет, я считаю, в принципе актуально всегда в любой период времени, во время любых падений, на любых рынках и так далее. Итак, что стоит делать и чего делать не стоит, когда рынки падают? Я собственно пережил в своей жизни немалое количество падений рынков. Это 2008 год и 2014 год и 2020 год. Я наблюдал и за своим поведением, и за своими действиями, и за действиями и поведениями других инвесторов. Поэтому мне есть, что на эту тему рассказать. В общем, досмотрите видео до конца, однозначно будет интересно. Вот первое, что я рекомендую делать, это вообще, во-первых, всегда приходя на рынок, вы должны понимать те цели и те задачи, с которыми вы пришли на рынок. С какими сроками вы пришли на рынок. Если вы долгосрочный инвестор, который, допустим, инвестирует деньги на фондовом рынке и прицел по срокам инвестирования 3-5 более лет, и вы не планируете в этот период снимать деньги с брокерского счета, вы регулярно пополняете наоборот этот брокерский счет и докупаете в свой портфель какие-то конкретные бумаги, вы четко понимаете свои цели, задачи, сроки и так далее, то для вас вообще по большому счету сильно париться, никакого смысла нет. По большому счету никакой особой глобальной разницы, там падают рынки или растут рынки, для вас нет, потому что вы, если рынки будут падать, у вас будет просто возможность докупить бумаги в свой портфель по более привлекательным ценам. Вот и все. Если рынки растут, ну замечательно, соответственно, да, пускай вы покупаете по более высоким ценам, но у вас растут те позиции, да, отрастают те позиции, которые вы набирали ранее. Если же вы краткосрочный инвестор, да, вы зашли на рынок и вы понимаете, что вам там ваши деньги понадобятся через полгода, год, может быть даже раньше, то в этом случае я точно не рекомендую держать позиции, когда рынок падает. Если рынок падает, придерживаться той логики, что ну вот-вот сейчас точно уже так сильно упали, сейчас точно отскочат, вот отрастут, я тогда позакрываю позиции. Не надо ни в коем случае вот этого ждать. Если рынок падает, закрывайте свои позиции, потому что к тому периоду, когда вам придется снимать деньги со счета, закрывать позиции не факт, что цены будут более привлекательными. Поймите, что рынок может падать сильно. Он может падать зачастую настолько сильно, что вы этого даже не ожидаете. Он может падать очень долго. И никто никогда вам не предскажет, где он развернется, на каких уровнях он остановится и так далее. И будет крайне обидно, в общем-то, держать очень там какую-то большую позицию на большом затяжном падении рынка и закрыть потом с самого-самого низу, собственно, как это обычно и делают многие неопытные инвесторы. Следующее, что я точно не рекомендую делать, это не надо выкупать дно. Вот это, знаете, такое очень часто бывает. Типа, ну все, рынок точно на дне, это минимальные цены, сейчас ну точно отскочат, отсюда точно начнут расти. Я вот очень здорово помню 2008 год, когда тоже рынок очень резко падал. И тогда ходила такая шутка на финансовых рынках, что покупателям октябрьского дна, ноябрьское дно достается в подарок. Друзья мои, не надо ловить дно. Покупать нужно тогда, когда рынок уже начинает восстанавливаться. Это уже явно видно, а не тогда, когда он упал на какие-то там сильные уровни поддержки, например. Нужно понимать следующую вещь, что то, что сейчас что-то стоит дорого, это не значит, что оно не может завтра стоить дороже. И то же самое будет актуально и в обратной ситуации. То, что сейчас что-то стоит очень дешево, то, что сейчас что-то лежит на дне, это не значит, что оно завтра не будет стоить дешевле. Это не значит, что завтра не будет нового дна. Поэтому ни в коем случае не ловите дно, ждите начала восстановления рынков, и только после этого заходите в свои позиции. А также я ни в коем случае не рекомендую вообще суетиться, спешить, там глядя на те или иные котировки, смотреть так, что ну вот сейчас настолько привлекательные цены, надо срочно заходить вот прям по текущим, прям в моменте там и так далее, потому что сейчас самые привлекательные цены. Друзья мои, рынок, он никуда от нас не денется. Он был, есть и будет с теми возможностями, которые, собственно, он открывает для инвесторов. И не надо суетиться, не надо спешить, надо принимать во время как раз-таки падения, надо стараться принимать именно обдуманные, взвешенные, просчитанные решения, в которых вы понимаете и что вы будете делать, если цена будет двигаться в вашу сторону, и что вы будете делать, если цена будет двигаться не в вашу сторону. Мой опыт и опыт огромного количества других инвесторов показывает, что такие импульсивные решения о покупках, суета, спешка, особенно во время резких движений на рынках, она ни к чему хорошему не приводит. Поэтому не суетитесь, не спешите, обдуманно принимайте решение, прежде чем открывать те или иные позиции. Также, когда рынки падают, я рекомендую помнить о том, что в моменте инвесторы могут действовать крайне нерационально. Есть примеры, и неоднократно мы видели по многим компаниям на разных рынках, мы видели примеры, когда во время падения рынков, падения акций, некоторые компании стоили дешевле своего капитала, дешевле своих основных средств, уходили на какие-нибудь исторические минимумы и так далее. Нужно понимать следующую вещь, что инвесторы в моменте, во время падения, если это длинные, затяжные, резкие падения, они могут действовать крайне нерационально. Но опять же, на длинной дистанции, если вы долгосрочный инвестор, вы должны понимать, что на длинной дистанции рынки все равно восстанавливаются. Посмотрите динамику рынков за последние 10 лет, 20 лет, 50 лет, хоть 100 лет. Посмотрите, если доступна такая статистика по тому рынку, на котором вы работаете, и вы увидите, что фондовый рынок, например, что российский, что американский, в среднем за год прибавляет 10-15%. Это на длинной дистанции. А в моменте мы можем видеть цены какие-то просто неадекватные, потому что участники рынка зачастую во время падения действуют нерационально. И на самом деле нужно стараться вот именно такие нерациональности и использовать для покупки в свой портфель. Потому что, в общем-то, как гласит одна довольно известная поговорка, что надо покупать не тогда, когда на рынках присутствует эйфория, а на рынках надо покупать тогда, когда льется кровь. Ну и последний совет, очень важный на самом деле, который я хочу дать во время падения на финансовых рынках, это то, что нужно во время как раз-таки бурных движений на рынках обязательно следить за ожиданиями, настроениями, новостями. Почему это важно? Потому что рынками движут как раз-таки вот эти вот самые настроения, ожидания и новости. Если, например, вы видите новость о том, что вот как было, к примеру, я помню, в 2008-2009 году, что государство в лице внешэкономбанка начинает скупать акции российского фондового рынка, потому что он очень сильно подешевел, вы должны понимать, что государство и веб обладают таким капиталом и такой силой на рынке, что они способны этот рынок развернуть. И именно это и произошло в 2008 году. Далеко не надо ходить за примерами. 2020 год, когда крупнейшие банки мира резко снизили процентные ставки, начали спешно печатать деньги для того, чтобы поддержать финансовую систему во время коронавирусного падения, тогда тоже, соответственно, рынках случился разворот и те инвесторы, которые вовремя подсуетились, и те инвесторы, которые следили за новостями и покупали подешевевшие акции, они очень и очень неплохо заработали. А то же самое нужно следить не только за новостями, но и следить за настроениями, следить за ожиданиями. То есть, когда обычно, когда рынок падает, обычно на рынках присутствует такое настроение, что типа, да нет, еще может упасть, скорее всего будет какой-то апокалипсис, все будет там лететь в тартарары и так далее. Потом в какой-то момент начинает постепенно вот этот градус вот этих вот негативных настроений начинает постепенно сменяться на позитив, постепенно начинают появляться какие-то там статьи, заголовки, высказывания, какие-то слухи, какие-то ожидания от разных инвесторов, там, да, от разных средств массовой информации, там, новостных источников и так далее, что, ну вот, потихонечку начинает все меняться, там, да, что где-то нащупали дно, что где-то там кто-то начал что-то покупать, что ожидается, что на горизонте там какого-то периода все восстановится, там, да, или какие-то компании начинают там говорить о том, что у них там, например, выходит хорошая отчетность и так далее. Вот нужно понимать следующую вещь. Рынок живет ожиданиями и настроениями. И когда градус этих настроений с негативных, с таких апокалиптичных, да, зачастую даже начинает потихонечку меняться на позитив, это значит, что дно, оно где-то рядом. И вот моя практика показывает, что обычно дно, оно как раз-таки там, где у участников самые негативные настроения. Вот когда прям пик этих негативных настроений, когда все уже говорят, ну уже мы устали от падения, надо срочно все продавать, вообще избавляться от всего, скоро все вообще рухнет, вся финансовая система, все рынки и так далее. Вот это как раз-таки, как правило, тот самый момент, когда в панике начинают избавляться от позиций. Как правило, именно этот момент, это то самое дно, собственно, которое я вам и не советую ловить, да. Вот когда от него начнется восстановление, и будет понятно, что начинают уже разворачиваться в позитив вот эти настроения, ожидания и новости новостной фон, вот тогда действительно следует ждать восстановления рынков. Надеюсь, что видео было для вас полезно и интересно. Если это так, жду от вас лайк. Приглашаю вас в комментариях, давайте более опытные трейдеры и инвесторы, напишите свои советы, да, которые вы бы дали новичкам, собственно, во время падения рынков, что стоит делать или чего делать не стоит. Это будет крайне полезно. Ну и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. С вами был Глеб Задоев. Всем успехов в инвестициях и торговле. И пока-пока.